Ну, я сегодня, название, конечно, очень громогласное, я действительно буду говорить о том, что можно извлечь из поэтики Аристотеля применительно к комедии. Конечно, здесь не будет никаких особенных открытий, наверное, прямо скажем, хотя, честно скажу, что спасибо за возможность сделать этот доклад, потому что вчера где-то в районе 11 часов вечера я понял, что я все, что думал, я уже статью практически про это написал, но понял, что все, что я там говорил, скорее всего, неправильно. Поэтому вот с 11 до 2 часов ночи я передумывал и даже изготавливал новую третью страницу документов, которая существует у меня в двух вариантах. Но это не столько показается напряженной работой мысли, сколько, скорее, отражение того, что все, что говорится об Аристотеля комедии, это некоторая, конечно, во многом игра ума. Можно посмотреть так, можно посмотреть сяк, ну, степень доказательности оцениться сами. Ну, естественно, что несохранившаяся часть поэтики, которая прославилась, прежде всего, конечно, благодаря роману Умберта Эка, вызывала, по крайней мере, в определенный момент, она вызывала достаточно большой интерес и профессионалов. Особенно в конце прошлого века. Во многом это было спровоцировано конкретной публикацией, а именно в 1984 году Ричард Дженка, ну, известный такой, можно сказать, арфантивиль классической филологии, который не может пропустить ни одну из ключевых проблем, чтобы не дать на нее, ключевых вечных и нерешательных, я бы так сказал, проблем, чтобы не дать на нее ответ. Ну, известна его относительная датировка, там, Домера и Десиода, которая расходится со всем, что считают все остальные. Известно, что он точно установил авторство папируса из Дервини, причем два раза разных авторов. Ну, и вообще много чего еще сделал. Соответственно, в 1984 году он опубликовал не много, не мало, а просто реконструированный текст старой части поэтики Аристокселя. Ну, сначала в 1984, потом в 1987 году у него вышла еще, по-моему, книжка Параметра, которую он основывал на некотором количестве источников, прежде всего на дошедших до нас фрагментах про Легомен к различным античным комедиям, но главное на тексте такого средневекового трактата, который, я думаю, многие слышали, он называется «Трактатускоизлинианус». Это рукопись X века, хотя, ну, его очень по-разному датируют, честно сказать, его датируют, там, начиная с первого, вплоть до, вернее, не его, а его источник, так скажем, датируют от первого до пятого века нашей эры. Ну, собственно говоря, этот трактат был опубликован в 1839 году Крамером, но довольно быстро, прежде всего с легкой руки якобы Бернайса, он был, в общем, хотя Бернайс, как я с ним относился, но не так уж совсем наплевательски. Наиболее резкую реакцию на восприятие этого трактата выказал один из издателей поэтики, известный, собственно, главный издатель до определенного момента, Байвотер, который сказал, что вообще этот текст трактатовский, извиняюсь, вообще не надо брать в расчет. Ну, и сам Бернайс, по крайней мере, некоторые части этого трактата называл «дурной травести» Аристотеля. Этот трактат представляет из себя некоторый набор, в основном, определений и некоторого количества дополнительной информации, но все определения более или менее являются такой некоторой калькой с поэтики Аристотеля, но не примитивно к трагедии, а примитивно к комедии. Так вот, Дженка твердо, и мы сегодня еще об этом будем говорить, твердо считал, что этот трактат прямо восходит к аристотельской традиции, к традиции второй части поэтики, и на основании его можно восстановить аристотельскую концепцию комедии. А его публикация, как вообще и большинство публикаций Дженка, вызвала довольно бурную реакцию в научном мире. В общем, весьма скептическую, если не чисто негативную. Одна самая, пожалуй, резкая реакция Фортенбот, его рецензия заканчивалась словами «Кави Атлетта», из положительных рецензий, пожалуй, можно отметить буквально считанные, довольно спокойные и даже положительные, отнесся к этому Ян Брэнер. Но все исследователи, единственное, что считали своим долгом выразить Дженка благодарность, конечно, отнюдь не всегда искренне, как это сделал, например, Эндрю Форт в своей лицензии, где он сказал, что Дженка, если не восстановил для нас утраченное участие комедии, то заново поставил некие проблемы аристотической теории и литературы, и как нельзя ярко показал, что мы еще не закончили читать поэтику. Ну, в общем, понятно, даже из этого перевода сколь сдержан был Форт относительно того, что то, что написано у Дженка, как-то похоже на правду. Но, надо сказать, это оказалось справедливым, потому что параллельно, относительно вскоре после публикации Труда Дженка, вышло сразу несколько, довольно большое количество статей известных специалистов фаворитики, как бы считавшие нужным суммировать имеющееся представление о ее комической составляющей, или предлагавшие какое-то свое видение утраченной части трактата. Но в дальнейшем этот проснувшийся интерес, ну, среди этих исследований, прежде всего, надо отметить работы Малкул Махита и Лео Голдена, который, в частности, опубликовал спустя некоторое время свою такую книжку, очень известную, в общем, до сих пор, пожалуй, являющуюся одной из таких ключевых по вопросам изучения поэтики. Она называется Аристотель о комическом и трагическом имесисе, и вот она подлила некоторый итог той дискуссии, которая происходила в 80-90-х годах прошлого века. И с более позднего времени, надо сказать, и в действительности, в общем, полемика довольно быстро сошла на нет, как бы все остались кислою, в известном мире. И с работой более позднего времени, что приятно, можно упомянуть диссертацию отечественного исследователя Зои Барзах, теория комедии у Аристотеля и перипотетиков, которая, все время отталкиваясь тоже от идеи Дженки, предложила свой взгляд на теорию комического, не только самой поэтики, но и последующие перипотетические традиции. В целом, начиная с Реофаста, со ссылками довольно большого количества на Цицерона, который, как она полагала, возможно, обосредованно восходит, кстати, как и полагал Дженка, и к Таратату Коизлиниану. Она стремится реконструировать скорее школьную перипотетическую традицию, не столько собственно, а истателевскую, и уже на ее основании высказать некие соображения относительно возноборочных истоков, и петь его и в поэтике. Я сегодня буду идти скорее обратным путем, в котором шли очень многие, и в начале и середине XX века, например, а именно все-таки я в основном буду сосредоточиваться на имеющемся тексте поэтики, и на основании внутреннего логики именно этого сочинения пытаюсь проинтерпретировать некоторые немногие высказания имеющиеся там о комедии, ну и некоторые предложили гипотетическую реконструкцию, что бы могло быть в второй части. Здесь я сразу обращу внимание на некоторые вопросы, вернее, на один из них, остальные как будут возникать по ходу дела, который во многом, как мне кажется, является достаточно ключевым для нашего понимания вот этой возможной реконструкции. Один из серьезнейших пунктов дискуссии заключается в том, какую, собственно, комедию имел в виду Аристотель в той части поэтики, которая ему сохранилась. То есть, соответственно, про какую комедию он писал в качестве центрального, центральной темы, центрального объекта, предмета своего исследования. Надо сказать, в частности, и в работе «Барзар» довольно подробно эта самая точка зрения обосновывается, что такое некоторые, кому не с опени, на конец 20-го века сложилось то, что Аристотель не имел в виду ту комедию, про которую мы вообще-то, прежде всего, думаем, а именно древнеатическую, что Аристотель имел в виду так называемую среднюю комедию, про которую, что тоже хорошо учитывая несохранившуюся вторую часть поэтики, про которую мы тоже практически ничего не знаем, но которая больше похожа на Минандра, чем на Аристофана, и, соответственно, вот именно эту среднюю комедию с некоторым более-менее статичным сюжетом Аристотель и имел в виду в качестве предмета своего анализа. Но вот одним из тезисов, которые я заранее хотел обозначить, что я считаю, что это не так, и попытаюсь перевести некоторые аргументы, часть из которых высказывалась, часть, мне кажется, не до конца была подчеркнута, что Аристотель имел в виду именно древнюю отечественную комедию. В принципе, хорошо известно, что в поэтике Аристотель рассматривает трагедию в соответствии с некоторой своей общей пиреологической философской концепцией, стремление некоторой к законченной форме, трагедию и драму вообще как высшую форму развития литературы, реализовавшую заложенную в ней изначально природу. Ну, собственно, вот первый фрагмент в вашем фендауте, я не давал переводов, потому что это очень известные места, но, соответственно, он говорит, что, испытав много перемен, трагедия остановилась, обретя присущую ей форму. Именно в этом смысле, вот этой некой пиреологической концепции Аристотеля, надо рассматривать, на мой взгляд, ту псевдогенетическую картину развития высоких жанров, которые есть у Аристотеля. Ну, я, естественно, сразу говорю, что почти каждый тезис, который я буду высказывать, особенно применить, ну, как бы, к трагедии, он тоже многократно обсуждался, как легко догадаться, в научной литературе. Я не буду, так сказать, давать огромное количество ссылок, но могу там в вопросах какие-то вещи пояснить. До сих пор, надо сказать, что довольно многие исследователи пытаются выстроить некоторый генезис трагедии по Аристотелю. Он либо не выстраивается вовсе, либо выстраивается плохо, потому что, вообще-то, в принципе, по Аристотелю трагедия произошла из всего. То есть, она произошла из эпоса, она произошла из дифирампа, она произошла из сатиновой граммы. Ну, моими словами, мне кажется, что это действительно некоторый общий тезис Аристотеля заключается и в том, что все условные высокие литературные жанры развивались для того, чтобы мы получили трагедию как эту высшую форму. С комедией формально картина обстоит гораздо сложнее. Собственно, даже самая рисковая, опять же, в первом пункте, вторая цитата, говорится, что если изменения трагедии, и благодаря кому они произошли, и известна, то про комедию, из-за того, что на нее не обращали изначально особого внимания, она, ну, как бы, скрывалась. Она находилась в некотором неближении. Но в действительности, если посмотреть на то, что мы имеем рассыпывание свидетельствами в поэтике, то для жанров мусских мы имеем абсолютно ту же самую псевдогенетическую схему. По Аристотелю комедия произошла из всего, то есть из эпоса, опять-таки, поскольку он считает Гомера автором, в том числе, Маргита, через поношение, с логус, через янт к комедии. И в соответствующем историческом экскурсе, что мне кажется важным, Аристотель подчеркивает вот эту аналогичность развития трагедии и комедии некоторым соотнесением косвенно, двух фигур. В части, посвященной трагедии, он отмечает, как известно, особую роль Алис Хилла, который первый добил число актеров с одного на двух, и предоставил главную часть речи, логус, ну, опять-таки, вот, как диалог, то есть, на диалогичной части. Это, например, 2А в Хендаруте. И практически сразу же, вскоре, он говорит, что среди афинян первый кратет оставил янтический дух и стал сочинять целостные речи, логус и сказания. Мне кажется, что в данном случае мы имеем, хотя, повторяю, как вы видели, Аристотель говорит в начале, что в комедии Евгений здесь не ясен, тем не менее, он в какой-то степени формирует образ, ну, это не совсем, конечно, протос-говоретос, да, но, так или иначе, вот этого важного этапа, когда трагедия достигла, наконец, своей формы, и, мы можем предполагать, комедия достигла этой формы, и, соответственно, Исхилл и параллельной фигурой Исхиллу является кратет. С моей точки зрения, это является последним указанием на то, что этой самой высшей формой, то есть, ну, природной формой комедии являлась именно древнеотическая комедия, да, именно поэтому кратет является некоторой паре с Исхиллой. Такой параллелизм, конечно, важен для рассуждения о структуре драмы в понимании Эристотеля, в принципе, да, как и в трагедии в комедии, он подчеркивает идею вот этой целостности, да, которая здесь присутствует, которая проявляется как на уровне формы, то есть пробос в его понимании, так, как мы знаем из изучения трагедии на уровне организации сюжета Мюнбос. Но для меня сейчас важно подчеркнуть, что это один из аргументов в пользу того, что все-таки его предметом являлась именно древняя артическая комедия, а не вот средняя комедия, а скорее близкая новой комедии Минандра и, соответственно, лишенная политической сатиры, окровенной ругани, похабщины и всего того, что мы знаем по Аристофору. Здесь вот уже уместно в этот момент сказать, почему большинство исследователей считают, что Аристотель занимался и в качестве совершенной формы комедии выдвигал комедию, видимо, более-менее современную, а не комедию Аристофору, скажем. Здесь служат главным аргументом не столько поэтика, сколько, прежде всего, этические сочинения Аристотеля, и особенно часто используется пассаж из Никомаховой Этики, где он рассуждает о смехе и юморе, определяя его правильную, умеренную форму, как остроумие, элторпилье, в противорез шутовству, избыточному, чрезмерному, боммуляхия. И вот те, кто подвержен этому самому шутовству, это пример 3а в хэнауте, рвутся пошутить любой ценой и стремятся исключительно вызвать смех, а не говорить прилично, не причиняя боли объекту шутки. По мнению многих комментаторов, вот это боммуляхия, шутовство, и в данном случае подразумевает древнюю комедию, тем более, что далее Аристотель иллюстрирует эту картину именно на примере комедии, это, соответственно, пример 3b. Это видно и на примере комедий прежних и новых. В первых смех порождается айскорология, ну, сквернословием, давайте переведем, да, хотя это не совсем, может быть, точно. А во-вторых, намеком юпона-я, а это большая разница с точки зрения притча. И действительно, тут трудно не усмотреть противопоставление древней и средней комедии, и, соответственно, утверждать, что именно последняя была предпочтительна для Аристотеля всего большего соответствия притчу, эллская массиона. В качестве дополнительного аргумента в пользу этого можно привести и, собственно, определение комедии в поэтике, о котором я буду говорить уже ближе к концу, но если хотите, можете сразу посмотреть. Это пример 8 в хэндауте, где говорится, что комедия есть подражание, ну, как бы сказать, ну, давайте перейдем нижшим пока фаулетерам, потому что это тоже довольно сложный вопрос, как переводить это слово, но не во всяком их, во всякой их дурноте, но в соответствии с смешным, который является лишь частью позорного или безобразного. И смешное определяется как некая ошибка и безобразие, но без причинения боли и ущерба. То есть, аноделон кай уфтартикон. Последнее добавление, вот это самое, айсос аноделон кай уфтартикон, можно сопоставить с указанием в никому аквитике на то, что шутовство как раз напротив не обращает внимания на боль, которая приносит осмельнение. Однако, как в свое время правильно отметил, на мой взгляд, Малком Хитт, выстраивая подобные параллели между этическими сочинениями Аристотеля и поэтиками, ученые забывают об одном существенном обстоятельстве. Аристотель многократно подчеркивал разницу между поэзией и другими формами человеческой деятельности. Литературная правильность с его точки зрения коренным образом отличается от правильного поведения в политике, то есть в любой форме общественной деятельности, да и вообще от правил любого искусства. Этого цитата нет, но она довольно простая. В поэзии он говорит «Уггэалте артотес» и стим «тес политикес, кай тес поетикес, уде аалес тетнес кай поетикес». Соответственно, вот «ортотес», правильность литературная тес поетикес отличается от всех остальных искусств и, прежде всего, от политики. Если, соответственно, в повседневной жизни не следует поносить окружающих и страннословиц, то это допустимо, как он сам говорит, кстати, в определенных культах, например. Более того, в соответствующем месте политики, как раз где он обсуждает этот вопрос, он говорит, что дурные примеры страннословия, в частности, особенно вредны для юношества и поэтому молодых людей не следует пускать на представление ярмарок и комедий. Это политика 1336b. Комедиографы, согласно риторике, должны быть по определению как улёбри. Иными словами, в низких литературных жанрах, прежде всего, в комедии, заведомо должно существовать то, что осуждает принятая мораль и обсуждающая ее искусство, политика и этика. Соответственно, мне кажется, что вот этот приведенный пассаж из непомаховой этики может иллюстрирует, безусловно, на примере комедии различие между шутовством и остроумием. Но из этого вовсе не следует делать вывод о том, что остроумие, проистекающие из намека Юконурия, с точки зрения Аристотеля, правильная остроумия комедии. Или более достойная астрагмия комедии. И соответствует ее более совершенной форме. Что правильно с точки зрения этики, политики и риторики, не обязательно, единственно верно с точки зрения искусства поэзии. Соответственно, мне кажется, что здесь это, скорее, действительно не более, чем иллюстрация. И констатация того, что раньше в комедии шутили больше один способ, а потом, то есть теперь, да, согласно Аристотелю, другим. То есть раньше, ну, больше свернословили, условно говоря, а сейчас больше намекают. В действительности точно так же, например, в поэтике говорится применительно к трагедии о том, что персонажи у древних поэтов говорили как политики – политикос, а у нынешних как ритеры – ретерикос. Из этого вовсе не следует, что нынешние лучше прежних или наоборот. Аристотель всего лишь указывает, что его современники более искушены в риторической технике, которая у него совершенно не равна поэтическому искусству и в каком-то смысле в действительности риторичность. Ну, об этом можно говорить отдельно, но риторичность по Аристотелю именно в силу того, что правильность поэтики, правильность литературная, правильность других искусств, разная, что риторичность отнут не является для него, ну, как бы такой однозначно положительной характеристикой. И, кстати, сравнивая эти два фрагмента, вот про комедию и про трагедию, да, значит, соответственно, трагические поэты сейчас говорят более риторические, да, а комические поэты сейчас говорят больше намеком, говорит Аристотель. Я хотел обратить внимание, что, собственно, сам термин «вюхона я», который здесь употребляется, это термин, но это чаще всего его соотносит с категорией аллегории, да, потому что именно «юхона я» так называлось, то, что мы потом стали называть, то есть мы и греки потом стали называть аллегория, но это термин именно риторический «юхона я», это как бы скрытого значения, выработанный в цифристической риторике пятого века. И с известной долей допущения можно сказать, что и здесь Аристотель говорит о каком-то схожем феномене, да, если раньше комедиографы использовали прямые нападки, что уместно для политических споров, да, то сейчас они говорят более риторически, то есть в действительности получается в какой-то степени, что комедия и трагедия, вот старая и новая понимания Аристотеля, идут примерно одним и тем же путем. Так что мне кажется, что упоминания кратетов в паре с Исхилом с одной стороны, а также вот высказанные только что соображения позволяют предположить, что во второй части поэтики Аристотель главным образом должен был сосредотачиваться именно на древней комедии. В пользу этого, кстати, говорит еще один факт, а именно, что рассуждая о формах подражания, это вот 4а в вашем хенд-ауте, он характерным образом говорит, что Софокла с Гомером объединяет предмет подражания, они обе изображают с Кудайус, ну, переведем в достойных, да, ледерий, а с Аристофаном Софокла объединяет то, как они подражают, а именно изображают всех персонажей действующими и совершающими поступки. Праконтос гармимунто и кайдронтос амфо. Вот мне кажется, что три упомянутых имени как раз идеально указывают три жанра, о которых, собственно, Аристотель собирается говорить в поэтике. Он говорит то, что мы знаем, он говорит о трагедии и об экосе, и это, соответственно, Гомера Софоклу, и он говорит о комедии, но то, что здесь стоит именно имя Аристофана, указывает на то, что говорим он о комедии все-таки древнеотечества. И этот только что приведен к примеру, также подчеркивает уже, собственно, высказанное мною соображение, которое является довольно ключевым для всего, естественно, того, что я говорю и делаю сегодня, а именно, что трагедия и комедия, Аристотель последовательно рассматриваются на протяжении даже сохранившейся части трагедии, а из этого можно сделать вывод, что и вне сохранившейся части поэтики, они рассматриваются строго параллельно. В действительности об этом существуют достаточно большие споры, в частности, Стивен Холливелл, один из самых известных издателей поэтики и комментаторов его в конце прошлого века, считал, что вообще идея выводить, как делали некоторые, выводить схемы комического Аристотеля из трагического по некоторой аналогии глубоко неправильно. Ну, мне так не кажется, в частности, на основании того, о чем я сейчас говорил и о чем я буду говорить в дальнейшем. Именно потому, что в тех частях поэтики, где немногочисленная комедия присутствует, она всегда так или иначе соотнесена с трагедией. Ну, естественно, на основании этого Колливан как раз считал, что трактатус Визлинианус, где действительно есть прямые кайки, просто что это вот как раз демонстрация того, как мне надо было поступать с поэтикой в античности и как с ней иногда будут поступать сейчас. Ну, возвращаясь к перейденному только что примеру, из него очевидно, что комедия противопоставлена трагедии Аристотеля по объекту подражания. Первый изображает людей низких, фауле, или худших, чем мы, это, например, 4b, да, в тендеруте. Вторая, наоборот, достойность, куда ей, или лучших, чем мы. Опять-таки, я думаю, что всякий, кто как-то сталкивался с проблемами интерпретации поэтики Аристотеля, знает, что проблема интерпретации вот этой оппозиции с куда ей и фауле является одной, ну, их практически каждое слово в поэтике вызывает большое количество разных интерпретаций. Но это один из ключевых вопросов, как это понимать, да, противопоставление с куда ей и фауле. Прежде всего, большинство